Утопия В доске надо что-то изобразить. Пускай это будет пока Атлантида, которую смывают страшной волной. От утопии до антиутопии. Ну, в прошлый раз, в прошлом ролике я начал рассказ о Фрэнсисе Беконе и сказал, что в следующем, в этом ролике речь пойдет о его произведении «Новая Атлантида». И вот, натыкаясь на это название, даже еще не успев прочитать, что он там написал, сразу возникает несколько вопросов. А почему, собственно, Атлантида? Когда Платон все это только начинал, что тоже условно, поскольку, как вы понимаете, далеко не все рукописи дошли до нас, и поэтому судить с полной уверенностью, что вот до Платона никто ничего подобного не делал, сложно. Но так или иначе, надо же с чего-то начинать, от чего-то отталкиваться. Но сам факт, что Платон обратился к Атлантиде, и слово это использует, говорит о том, что легенда как таковая уже существовала. И поэтому тут Платон не был изобретателем. Чем он наполнил вот эту легенду? Это другой разговор. Но повторять то, что я рассказывал о Платоне, я сейчас не собираюсь. Кому интересно, может заглянуть в те ролики. Я, по-моему, рассказал о Платоне достаточно подробно. А вот что касается Фрэнсиса Бэкона, то в прошлом ролике ведь о чем мы говорили? Что он человек, который посвятил себя науке. Теоретик науки, если можно так сказать. Ну, так даже принято считать, что Фрэнсис Бэкон является основоположником всей вот ныне существующей науки. И к его научным изысканиям, и что он там сделал, и прочее, мы с вами еще вернемся. А сейчас вот новая Атлантида. Ну, я сказал, возникает вопрос, а почему, собственно, Атлантида? Ведь смотрите, ладно, Платон написал. Был еще Томас Мор, о котором я вам рассказывал. Он тоже написал утопию. И, собственно, слово придумал. Утопия. Ну, так получилось, что за этим словом закрепилось вот некое понятие, что утопия – это нечто нереальное. Это фантазия какая-то. А вот что касается Атлантиды, то здесь вроде бы какая-то реальность все-таки присутствует. Ну да, давно там, утонуло, там, тысячи лет назад, но тем не менее было что-то такое. И, несомненно, в сознании Фрэнсиса Бэкона это как-то отложилось. Ну, тут можно еще привлечь Компанеллу. Он ведь тоже писал о идеальном государстве. Я думаю, что Фрэнсис Бэкон читал Компанеллу, во всяком случае знал о существовании такого человека, поскольку творили они примерно в одно и то же время. Ну, помните, я вам говорил об этом, что да, в тюрьме, в руках Инквизиции все время пребывала Компанелла, тем не менее его труды выходили наружу. И, собственно, даже отчасти поэтому папа его и выпустил из тюрьмы, потому что ну как? Ну, вся Европа уже говорит об этом человеке, а он вот томится там в застенках. Ну, и про Компанеллу не буду вам тут ничего повторять, потому что тоже, на мой взгляд, достаточно подробно рассказал о нем. А вот снова обращаюсь к Фрэнсису Бэкону. Итак, новая Атлантида. То есть, видите, с одной стороны он берет слово «Атлантида», которое нас отсылает к легенде. С другой стороны, новая. То есть, это не та вот Атлантида, которая когда-то утонула и которой больше нет, а, очевидно, где-то сейчас существующая. Ну, несколько слов, собственно, о самой книге. Да даже книгой трудно назвать, это достаточно небольшой труд. По сути, там, сколько-то страниц, 20-30, в зависимости от издания. И закончить его не успел Фрэнсис Бэкону. Кто читал «Новую Атлантиду», то заметил, что идет-идет повествование, вдруг обрывается. Умер человек, не успел написать. И изданная эта «Новая Атлантида» была впервые в 1627 году, то есть уже после смерти Бэкона. А вот что касается русскоязычного читателя, то он имел возможность на русском языке познакомиться с «Новой Атлантидой» только в 1962. Видите, как не спешили ее издавать. И само построение, вот как она написана. Я, когда говорил о Платоне, говорил о море, говорил о Компанеле, везде это были диалоги. То есть кто-то встречался с кем-то, кто-то кому-то рассказывал, что вот где-то был там, заплыл на какой-то остров, занесло его куда-то и, короче, вот увидел нечто. Бэкон поступает иначе. Он сам себя как бы выводит на страницах своего повествования. Ну, начинается повествование с чего? Мы отплыли из Перу, где пробыли целый год, в Южные моря, в направлении Китая и Японии. Ну, вы себе уже представляете, да, где находится Перу, это Латинская или Южная Америка, а Китай, Япония, это как бы другой берег, другой край Тихого океана. То есть переплыть такое, ну, прямо скажем, не очень просто. И как путешественники запаслись там провизией прочим и прочим, а потом вот на море начинают происходить всякие неприятности. То устанавливается штиль и корабль, в общем-то, на парусах плывет, никуда не плывет, стоит на месте. То начинается шторм, его там несет бог весь куда. Я не буду перечислять всех событий, которые там произошли на этом корабле. Я только скажу одно, что вот дальше Бэкон описывает, что они в отчаянии впадают. Провизия кончается, питьевая вода кончается, то есть они обречены. И цитатка опять. Мы все еще возносили сердца наши и мольбы ко Всевышнему, творящему чудеса. Я, конечно, мог выбрать и другую какую-то цитатку, которая нам бы сообщала о том, что же происходило с этими мореплавателями. Но мне здесь вот показалось именно важным, что возносили сердца ко Всевышнему. Дело в том, что Бэкона будут потом называть и атеистом, и человеком, который вообще к религии никакого отношения не имел и так далее. Да, несомненно, читая Бэкона, там ссылок на теологов и прочего, в общем-то, не найдешь. Но поставить его вне религии я все-таки принципиально против. И потом я вам приведу еще целый ряд цитат, из которых вы увидите, как он относился вообще к идее Бога и к той самой науке, к технологиям и прочему, в общем-то, чему хотел себя посвятить. Ну, опущу другие приключения на море, видите, про то, что они обращались ко Всевышнему, я уже сказал, а попадают они на остров. Опять же, там, со всякими приключениями, увидели вдалеке, там, к этому острову, их там не подпускают сначала и прочее, но попадают они, в конце концов, на этот остров. И с этого острова, пока они еще находятся в море, там, приплывает посланник какой-то, какого-то представителя, посылают жители этого острова. И начинаются переговоры. Опять приведу несколько цитат. Один из первых вопросов, который там звучит. Христиане ли вы? Или еще один, еще одна цитата. Если все вы поклянетесь муками Спасителя, что вы не пираты, а также, что в течение последних сорока дней не пролили крови, будь то законным или незаконным образом, вам разрешено будет сойти на берег. То есть, видите, островитяне вот только на таких условиях готовы разрешить им ступить на вот этот самый остров. А остров этот называется Бен Салем. Я, честно скажу, перерыл много литературы и пытался понять, а почему он так называется. Ну, Томас Мор, помните, утопию, из греческих слов составил название. Атлантида, и совсем объяснять не надо, пришла из легенды. А вот Бен Салем, ни у кого такого не было. И тут у меня сработало что-то в голове. Постой, постой. Да это же арабский язык. Или иврит. Ну, ближе к арабскому. Если по-арабски поделить Бен Салем пополам, то Бен это сын. А Салем, ну, Салям, кто... Это не только на арабском, это и на парсе примерно так же звучит. Это мир. Ну, если бы это было на иврите, то было бы Бен Шалом. Шалом, мир. Причем мир надо понимать как? Не как вот вселенная и прочее, а мир как дружба, любовь вот в этом плане. Видите, в русском языке слово мир имеет два значения. А вот в арабском иврите это разные слова. Так вот, оказывается, это остров мира. Вот как надо перевести. И нигде я не натыкался на такое толкование, поэтому, видите, вам предлагаю его, а уж принимать или нет, как говорится, ваше дело. И вот когда им, наконец, этим путешественникам, и в том числе героев, от первого лица идет повествование, но буду говорить, чтобы икону, да, что разрешили им ступить на берег, то, опять цитата, «На всем нашем пути по обеим сторонам улицы собрался народ и вели себя так вежливо, словно собрались не дивиться на нас, а приветствовать». Ну, там будет еще много описаний того, как вот островитяне, эти самые бенцаленцы, ну, так их, наверное, надо назвать, встречают вот этих пришельцев, иностранцев, приплывших там, бог не знает откуда. Но при всем этом, это уже из предыдущих цитат вы поняли, что такая вот настороженность, что ли, у этих бенцаленцев все-таки была, да, то есть, видите, они же говорили о том, они пираты ли вы или прочее, то есть, боялись, что может оказаться, что вот они там недружелюбные эти пришельцы. И вот эта опаска какая-то, она и дальше проявляется. Ну, например, там их, ну, несколько дней их не пускают на остров, а когда, наконец, уже пустили на остров, то там поселяют в каком-то месте, там все прекрасно, вообще они, герои, просто обалдевают от того, как вот все обставлено, и пищу какую им дают, и помещение, и постель, и так далее, но, тем не менее, заставляют и там провести несколько дней, прежде чем вот выпустят в город, и дадут возможность вообще посмотреть, а куда же они попали. Ну, и там идут все время переговоры с представителем этого вот острова, ну, очевидно, какого-то духовного лица, так можно предположить. И когда вот он там им предлагает что-то или говорит, то они как-то реагируют на это. «Мы поблагодарили его, вот этого самого человека, или это духовное лицо, со всем усердием и почтительностью прибавив, поистине Господь явил себя в этой стране. Мы также предложили ему 20 пистолей, но он улыбнулся и сказал только, как вторичная плата...» Тут в этой цитате сразу, ну, два важных момента, на которые я вот хочу обратить ваше внимание. То есть, опять Господь явил себя в этой стране. То есть, они уже успели кое-что увидеть и поняли, что это, ну, прекрасная страна, здесь люди счастливы. Господь явил себя. А вот человек, духовное лицо, так я его назвал, который вот оказывал им эти услуги, там, водил, показывал и прочее, то они решили его отблагодарить. 20 пистолей. Так вот, отказался и проговаривает какую фразу? Как? Вторичная плата? А вы помните, я вам рассказывал, ведь пострадал за это Фрэнсис Бекон. Он делал блестящую политическую карьеру и попался на взятки. То есть, взял деньги за какую-то политическую услугу. Какую именно, честно скажу, не знаю, не копал так глубоко. И только понял одно, что деньги-то там были смехотворные. Но не в этом дело. В самом факте. И смотрите, как дальше разворачивались события. Ну, суд и прочее, я вам говорил об этом. При всем том, король относился к Бекону, почитал его как политического деятеля, оказывал покровительство. И когда суд осуждает Бекона, он попадает в тюрьму, на него налагают штраф и прочее, король вызволяет его оттуда. Но у короля было право помиловать. И вот он использует это свое право. Но оказывается, что даже в этом своем праве его власть не беспредельна. То есть, помиловать мог, простить штраф мог. А вот вернуть к политической карьере, увы, есть парламент, есть суд, есть какое-то общественное мнение. Ну, я понимаю, что это немножко высокопарно звучит. Но, тем не менее, мнение вот истеблишмента того, в структуре которого находился Бекон, и вот этот истеблишмент, это общественное мнение, не допустило продолжения его политической карьеры. То есть, обжегся. И поэтому, видите, ему так важно было вернуть здесь эту фразу. Вторичная плата. А если дальше пройти по тексту, то я там нашел еще одну маленькую цитатку. Как я узнал позже, это как бы Бекон от себя говорит, дважды оплаченными они называют чиновников, берущих дары. То есть, это просто эвфемизм такой. Дважды оплаченный. Взяточник, значит. Так вот, Бекону было очень важно показать. Я уже говорил вам о том, что он раскаивался в том, что сделал и так далее. То есть, ну, не сумел оправдаться. Так вот, запало в него это. И он, видите, туда вот на этот Бен Салем помещает эту проблему. И эта проблема там, на этом Бен Салеме, на этом острове решена. А решена как? Вот двойной платы за услугу не берут. Ну, а действительно, вдумайтесь, да. Вот есть чиновник, занимает какой-то пост, оказывает какие-то услуги людям. И за то, что он это делает, он получает зарплату. Ну, так, может, там не называлось, другое слово какое-то было. Ну, то есть, его труд уже оплачен. И если с того, кому он оказал услугу, он берет опять деньги, то это получается вот дважды оплаченная услуга. С точки зрения Бекона, несправедливо. Но надо рассказать и историю этого самого Бен Салема. Сделать это проще всего я просто приведу несколько цитат. Уже после того, как им показали этот остров, как они, они и Бекон, в частности, увидели там все эти достижения, эти прекрасные дворцы, архитектуру, улицы, этот порядок во всем и так далее, то, естественно, у них возникает вопрос, Бекона, в частности, ну, а как, откуда все это взялось, и почему это выглядит именно так, как выглядит. И вот это священное лицо, это священный служитель, который их там сопровождал и показывал, рассказывает им историю этого самого Бен Салема. В это же время, то есть, когда все это начиналось, и еще столетия спустя, процветала и Великая Атлантида. То есть, видите, какая древняя история у этого Бен Салема. То есть, в те самые времена еще процветала Великая Атлантида. И хотя повесть о ней, написанная одним из ваших великих людей, который назвал ее поселением потомков Нептуна, и описал ее великолепный храм, дворец, город и холм, ее многочисленные судоходные реки, опоясывавшие город точно кольцами, и величавые ступени, по которым туда восходили, хотя все это поэтический вымысел. Одно, во всяком случае, верно – это Атлантида. Ну, кого имеет в виду здесь Бекон? Я уже говорил вам о том, что были Платон, был Мор, был Кампанело. То есть, откуда-то черпает Бекон все это. Ну, здесь по этим вот описаниям, как выглядела якобы та Атлантида, это нас, конечно, отсылает к Платону, хотя и у Мора нечто похожее вы найдете. Ну, видите, рассказчик не называет имя того великого человека, который все это описал, но тут мы с вами можем строить догадки, я предполагаю, что все-таки это Платон. И дальше будет еще рассказано много всякого, но тут надо заострить внимание на чем, я уже заострял, ну, попробую еще острее это сделать, бенсаленцы являются идеальным народом. То есть, не только вот все там так организовано, замечательно, а что просто они сами, вот, как люди такие. И с точки зрения социальных аспектов, а Бекона очень занимает социальные аспекты, ведь он и политикой занимался, да, и он предлагал какие-то реформы, выступал с речами, ну, не буду возвращаться, я уже об этом говорил, и поэтому, конечно, то, что он не сумел воплотить в Англии, заседая в парламенте, он как бы вот переносит туда, на этот бенсален. И на чем зиждется вот то, что так вот они благородны, что они вот так правильно всегда поступают и прочее. Они осуждают отношение к браку и семье за морем. То есть, ну, что значит за морем? То есть, осуждают вот как относимся к семье, браку и прочее. Относимся. Ну, это я уже в сегодняшние дни перелетел. Относились в те времена, когда жил бык он. Ну, и там будет перечисление, что у вас там и публичные дома, и всякие людские пороки процветают, вожделение и прочее. И, по мнению вот этих самых Бен Саленцев, главное в браке, видите, тут бык он обращается к семье, это уважение к супругу, а неудовлетворение животных инстинктов. И вот произнес фразу про животные инстинкты, рассказывал я вам про Кампанеллу. Видите, тут можно сказать, что с точки зрения психологической Кампанелла оказался тоньше быкона. Он, помните, разделял. Да, с одной стороны, брак, мужчина, женщина должны продолжать род. То есть, производить на свет потомство. Другое дело, что у Кампанеллы все это осуществлялось или должно было осуществляться, не потому, что вот там семья растет, что вот хотят детей. Нет, государство. В первую очередь государство нуждается вот в новых людях, то есть в этих детях и прочее. Поэтому это вот такая государственная, что ли, задача, государственная функция. Но при всем том, Кампанелл и не забывал, что заложено в человеке на уровне инстинкта вот это, вожделение, страсть. И помните, как он решал эту проблему, что вот есть женщины, которые не способны рожать детей. Ну, почему, отчего не способны. И вот их, этих женщин, и содержат специально для того, чтобы вот мужчины, которые страдают таким вожделением, могли удовлетворять свои вожделения, свои вот инстинкты с этими женщинами и не наносить таким образом вред государству. Смотрите, я тут ничего не оцениваю. Я совершенно не пытаюсь вам доказать, что вот Кампанелло был прав, а Бекон не был прав. Я пытаюсь вам нарисовать, вот как в те времена люди смотрели на эту проблему и как по-разному ее понимали. Ведь Кампанелло, для него государство, это было все. То есть человек и прочее, все это было вторым. Поэтому, конечно, сексуальное отношение, отношение полов, тоже выполняли вот такую служебную функцию. А для Бекона все-таки это не так. Все-таки не так, хотя в этом плане он где-то выглядит даже по наивней Кампанеллой. Но поскольку Фрэнсис Бекон писатель, ко всему прочему, причем хороший писатель, то ему мало сказать, что вот так должно быть что-то устроено, так должно быть организовано. Писатель, если он действительно писатель, он не называет, он показывает. И тут надо отдать Бекону должное, он действительно показывает, как это все выглядит. И там он изображает такой праздник, так он и называется, праздник семьи. И тут я несколько маленьких цитаток вам приведу. Праздновать его, то есть вот этот праздник семьи, может всякий, кто породит не менее 30 детей и внуков. То есть надо так понимать, что если у кого-то 10 детей, там 5, 2, 1, как у нас сегодня часто бывает, то такие семьи не удостоятся права праздновать что-либо подобное. Больше того, этот праздник организуется не за счет вот семьи, которая произвела на свет такое количество потомков, а за счет государства. Государство оплатит все услуги, чтобы праздник действительно был шикарно обставлен. Дальше. Ну, семья. Раз уж и заговорил Бекон о семье, то в семье всяко бывает, да? Так вот, опять маленькая цитатка. Раздоры или тяжбы между членами разбирают и улаживают. Ну, я выхватил маленький кусочек, там он обстоятельный рассказывает, как это делается и прочее. Мне просто было важно обратить внимание и свое, и ваше на то, что мимо Бекона это не прошло. Если кто-либо из семьи впал в нищету, изыскиваются способы помочь ему найти средства к существованию. То есть, вот такая поддержка членов семьи одного, другим. Но, как я до этого вам сказал, и государство сюда вмешивается. Если члены семьи не находят такой возможности, то, опять же, есть институты какие-то государственные, куда можно обратиться, и откуда можно получить вот какую-то поддержку. И в финансовом плане, если вот видите, кто-то впал в нищету. При всем том, Бекон заметит, что островитяне или бен-салемцы, что у них существуют разные сословия. Ну, там он уже, видите, говорил о духовенстве, а дальше он будет еще говорить о людях науки, мы до них еще не добрались, будет говорить о простых ремесленниках и прочих. То есть, сословие есть. Он в этом плане не идеализирует человечество, что вот когда-то все будут равны. Нет, такого вот уравниловки не наступает. Но, что ему важно отметить, что при всем том, что вот есть богатые и есть бедные, нет нищеты. То есть, социальные пороки как бы вот ликвидированы. То есть, государство корректирует все эти вещи. И если вот, как мы до этого говорили, кто-то там впал в нищету, там средств нет к существованию и прочим, то, ну, может быть, находятся филантропы. Об этом, правда, Бекон не пишет, но можно предположить. Либо, опять же, вмешается государство. И вот сейчас я хочу остановиться вот на какой теме. Я уже на нее обратил ваше внимание. Ну, вначале это прозвучало так. Ну, приплыли на какой-то остров, там, христиане, вынехристиане и прочее. То есть, еще это, ну, как бы примеряются люди друг к другу. Может быть, и лицемерят, кто знает, для того, чтобы вот приняли, в конце концов, а то они на этом корабле погибают от жажды и голода. Поэтому тема Бога прозвучала, но не очень выпукла там. То вот дальше просто к этой теме он будет обращаться снова и снова, Бекон. И будет рассуждать очень интересно, что успехи науки, а он все время апеллирует к этому, что счастье вот этих самых Бен Саленцев и обусловлено успехами в науке, какими именно мы еще поговорим. Так вот, тем не менее, успехи науки, по мнению Бекона, касаются лишь вторичных причин, за которыми стоит, по его мнению, всемогущий и непознаваемый Бог. То есть, это буквально прямым текстом. Я сейчас своими словами пересказываю, но так это звучит. Ну, а чтобы было уже не моими словами, то давайте опять переведу цитату. Это будет снова тот самый рассказ, вот как вообще возник этот остров, вернее, не сам остров, не его география, а вот те социальные метаморфозы, какие на нем произошли. Вот история, короче. Это опять я беру из рассказов одного из служителей, священнослужителей. Спустя около двадцати лет, по воскресенье Спасителя, ренфузы, ну, видите, в скобочках, это и у Бекона так, города на восточном побережье нашего острова, увидели однажды ночью большой столб света. Ну, скобочки и многоточие, просто я пропускаю куски, поскольку статуя очень большая. Большой столб света, появившийся на море в расстоянии около мили. Он имел форму колонны или цилиндра и подымался к небу на большую высоту. В вершину его увенчивал крест, сиявший более ярко, нежели самый столб. Столь необычайное зрелище привлекло горожан на берег моря, а там некоторые сели в лодки, чтобы еще более приблизиться к чудесному явлению. Случилось, что в одной из них находился мудрец из числа членов Соломонова дома. А это, добрые друзья мои, зеница ока нашей страны. Я тут дальше своими словами расскажу. Короче говоря, вот когда этот мудрец из Соломонового дома, о Соломоновом доме будет разговор чуть позже, приблизился к этому столбу, то там, значит, ларец ему был передан на каком-то ковчежице, таком он подплыл. И когда он раскрыл этот ларец, то там, ну, все было. Там было и священное писание и прочее. Там были даже написаны вещи, как скажет Бекон, что там и апокалипсис был, еще какие-то вещи, которые в те времена, о которых ведет речь, вот этот самый рассказчик, еще христианам не были известны. Вообще об этом у Бекона будет очень много, что вот до них дошли рукописи, какие-то труды, которые вот на большую землю, или вот на землю, на которой находится Англия, скажем, и европейцы, где живут, вот все это не попало. То есть они, как бы, вот эти самые бен Саленцы знают значительно больше, значительно больше им было передано. Вот откуда, кем? Видите? Столб, крест наверху. Ну, тут даже и объяснять ничего не надо. Понятно, откуда все это идет. И дальше Бекон обронит такое. Ведь смотрите, я уже говорил, и вы можете любую сегодня критику трудов Бекона почитать, и вы на это наткнетесь. Основоположник современной науки, наука, технология, обещают человечеству рай на земле, и так далее, и так далее. То есть, апологет вот всего этого. А с другой стороны, религия, как все это в нем уживается. И вот, цитата, легкие глотки философии толкают порой к атеизму, более же глубокие возвращают к религии. То есть, видите, Бекон в этом плане остается человеком своего времени, и не надо его перетаскивать в наш век. Для человека тех времен жизнь вне религии, ну, была просто немыслима. Это должны были пройти века, чтобы вот люди стали как-то по-иному относиться к религии, к Богу и прочему. И видите, как рассуждает Бекон. То есть, да, глотки философии. Ну, под философию он понимает, конечно, значительно большее, чем просто вот голую философию. Он и свои научные изыскания рассматривал как философские. Так вот, дескать, этот опыт, познание и прочее толкает вроде бы человека к атеизму. Ну, как? Все это устроено, работает, функционирует. А нет. Это поверхность. Это нечто вторичное с точки зрения Бекона. А вот более глубокое погружение во все эти проблемы возвращаем к религии. Почему? Мир не познаваем. Мы можем до бесконечности стремиться познать его, но абсолютно никогда не достигнем. Никогда не доберемся мы до этой последней истины. Это, собственно, в чем убежден Бекон, и поэтому у него эти вещи запросто уживаются. Ну, еще надо что сказать, что Новая Атлантида это социально-политический идеал. Ну, я уже пару слов сказал об этом ранее, сейчас просто повторю. И главное место вот в этом с точки зрения Бекона социально-политическом идеале утопии, хотя этим словом Бекон не пользуется, занимает главное место вот этот самый Дом Соломона, Общество Мудрецов. Цитата. Благороднейшего учреждения на земле, служащего стране нашей путеводным светочем. Оно посвящено изучению творений Господних. Опять Господние творения, как можно после этого Бекона назвать атеистом. Но добравшись до Соломонова дома или дома Соломона, там он по-разному его называет, давайте я остановлюсь. Я понимаю, что я не разобрал всю новую Атлантиду, но просто не хочу, чтобы ролик получался до бесконечности длинным, а поговорить об этом самом доме Соломона мне хочется обстоятельно. И давайте я это сделаю в следующем ролике, а сейчас попрощаемся, обещаю, что исчезаю ненадолго, и до скорой встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok